Всем привет! Мне пришлось дополнять то видео, которое я снимала по акварели шминке, потому что обзор получился не такой, каким я его себе представляла. Слишком длинный и при этом не содержательный. Самое плохое то, что во время съемки дико менялся свет и я просто не справилась с цветокоррекцией. Несмотря на все это, я оставлю его на канале, потому что возможно и такое видео кому-то может пригодиться. Теперь я подведу короткие итоги по этой большой выкраске. А выводы я сделала неутешительные, потому что в глубине души все-таки надеялась на то, что мои белые ночи совсем не хуже, а может даже и лучше. Тут есть два момента, которые сразу бросаются в глаза. Во-первых, шминки ярче и насыщеннее. А во-вторых, самое главное, когда я делала выкраску, у меня было желание купить очень многие из этих цветов. Я смотрела на них и видела, насколько они красивые. Мне в голову сразу приходило, для чего их можно использовать. Когда я выкрашивала Невскую палитру, таких ощущений не возникало. Там базовые простые цвета, и ты думаешь не о том, какой красивый цвет, а о том, с чем его можно смешать, чтобы он был красивым. Если вы работаете карандашами и у вас ограниченное количество цветов, чтобы получить сложный оттенок, нужно наложить сначала один слой, потом другой, и если понадобится третий. Не всякая бумага такое выдержит. Поэтому важно сразу иметь карандаш нужного цвета, чтобы ничего не смешивать. С красками не так. Есть палитра, и на ней можно сделать замес, не тревожа бумагу. Поэтому я принимала простые цвета Невской палитры как данность и как норму. Но тут я подумала, как прекрасно, когда у тебя уже есть готовый любимый цвет, и его не нужно замешивать. А ведь есть еще возможность смешать два таких сложных цвета, и тогда может получиться что-то еще более необычное и уникальное. После выкраски шминки я попробовала намешать понравившиеся мне цвета с помощью Невской палитры, и надо сказать, некоторые получились довольно похожими. Но на это ушло время. И не знаю, смогу ли я это повторить еще раз. Так не лучше ли сразу купить нужный цвет? У меня вообще сейчас большая дилемма, потому что в последнее время я пытаюсь больше работать красками, и начала узнавать о них больше. Раньше я рисовала интуитивно. Если нужно было найти какой-то цвет, это всегда была импровизация. Я пробовала добавить немного красноватого, потом немного синеватого, и в итоге получался какой-то там фиолетовый. Причем для меня конечный результат был всегда сюрпризом. Я не знала, как называются те или иные краски. Для меня это был темно-зеленый или светло-зеленый, желтый или красный. Теперь я заботилась тем, как они на самом деле называются. Стараюсь запоминать их свойства. И это довольно сложно. Их много. По крайней мере, мне так пока кажется. Мне, честно говоря, не хотелось тратить время на изучение красок. Казалось, проще действовать интуитивно. Я думала, что со временем все равно начну понимать краски. Но это не так. Слепую можно писать годами и каждый раз при очередном замесе получать сюрприз. Теперь я понимаю, что потратив немного времени на изучение до того, как приступить к работе, я сэкономлю время в работе. И в рамках собственного образования я начала читать книгу «Синий и желтый не дают зеленый». Очень занимательная чтива, надо сказать. Но об этом в другой раз. Вернемся к шминке. Несмотря на то, что Невская палитра подталкивает вас к изучению красок, потому что с ней просто невозможно не делать замесов, все-таки я бы не отказалась от шминки. Наличие готовых цветов экономит время. Давайте я вам просто покажу для примера выкраску шминки и выкраску Невской палитры. Вот в белых ночах нет ни одного цвета, о котором бы я сказала, какой красивый. А в шминке прям музыка для глаз. Белые ночи начинают давать такие сложные красивые цвета только в смесях. Плюс мне понравились прозрачные цвета с необычными свойствами у шминки. Например, 209 в тонких слоях из охры превращается в лимонный. То есть даже не в желтый, получается некоторый такой вот дуахром. Есть еще прозрачный телесный и укрывистый телесный, которые просто просятся на портрет. Очень красивые темные цвета, которые хорошо использовать для теней. Темно-бордовые, серо-зеленые и так далее. Понравились металлики, которые действительно видно на листе. Я бы взяла золотой для декоративных экспериментов. Почему все это с приставкой бы? Потому что для меня это все еще очень дорого. Но этим-то и хороша дот-карта. Можно выбрать несколько самых топовых оттенков и не кусать потом локти. Я, кстати, допускаю, что у шминки есть еще какие-то недостатки, которые от меня ускользнули. Потому что я ей просто не работала. Поэтому мои выводы все-таки довольно поверхностные. Надеюсь, я кому-то помогла. Однозначно советую. Если вы сомневаетесь, берите дот-карту. Спасибо всем, что досмотрели до конца. И всем пока!